В этом видео я хочу показать вам бесплатный плагин AudioPlayer, плагин для Elementor на WordPress. Здесь есть возможность загрузить обложку альбома и загрузить неограниченное количество треков. Play будет вот такой вот один, где можно управлять, уменьшать, прибавлять громкость, включать, воспроизводить прямо с сайта и переключать треки. Давайте посмотрим, как такое реализовать. Нет времени разобраться в тонкостях сайта строения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе супер сайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Для этого вам нужно установить плагин Unlimited Elements. После установки он появится вот здесь. Здесь будет список бесплатных и платных виджетов. Вам нужно найти аудиоплейлист. И здесь будет вот этот Free, то есть бесплатный плагин 2. Это Pro-версия. Мы рассмотрим именно бесплатную версию. Чтобы плагин появился в плагинах в Elementor, нам нужно нажать здесь Install, Установить. Установка произошла. Переходим в странице. В списке плагинов в самом низу. Вот он, аудиоплейлист. Перетаскиваю плагин на Holst. И давайте сразу про настройки. Изображение альбома. Загружаем здесь. Я выберу произвольное изображение. Сразу видим, меняется здесь. Дальше Артист. Ну, название артиста данного альбома. Я просто напишу демо. Видим этот текст здесь. Дальше элементы. Как раз таки это музыкальные треки. Если это один трек, то все удаляем. По клику раскрываем список. Title это заголовок трека. То есть он будет здесь показан. При переключении по стрелке на следующий трек, соответственно, должен меняться здесь заголовок названия песни. И выбрать звук. То есть воспроизводиться звуки будут непосредственно с вашего сайта. То есть выбрать звук. Кликаем и загружаем аудио mp3 файл с вашего компьютера. Я выбираю какой-то некий трек. Нажимаю открыть. Трек загружается. После загрузки нажимаем вот на эту кнопку. Проверим. Трек воспроизводится. То есть таким образом по нажатию на кнопку добавить элемент вы можете добавить неограниченное количество музыкальных треков. Что касается мобильной версии сайта, в принципе, плеер смотрится довольно-таки неплохо. То есть с вашего смартфона должно все нормально смотреться. Здесь есть еще вкладка стили, где можно включить и отредактировать типографию. Например, шрифт поменять, размер заголовка, вот название артиста я увеличил. И цвет поменять артисту. Название артиста вот сейчас сделал красным. На этом я урок заканчиваю и увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok